александр вернулся домой и мы редко видим его таким довольным после работы ты шанг? а ведь я шанг? что ты шанг? аааа, у тебя есть по vacанске, что ты куда? почему ты что-то развиваешься? чтобы взять пару часов ааа, ты в кафе? ты в минаде? да, я в кафе, я в кафе в кафе он говорит все, я уезжаю, всегда в отпуск Поэтому Александр уезжает в отпуск, навсегда. Это не моя идея? Это моя идея, да, это моя идея. Александр, ты меня принесла с тобой? Вау! А вы кричали? А, Александр съездил за маслом, что я вам говорила. А, это моя, это моя, это моя. Спасибо. Дорога, вы меня получаете? Да, не так, это не так, это не так. Оль, а, только единственное одно и то же масло. Жаль. А надо будет Оле поменять. А у меня там тоже такое же осталось. Жву ли шанжи, мы селем им. Сепарей. Ты подрей, сепарей. Сепарей. О, пицца для Владислава подгорает. Подождите. Я здесь кухар Владиславу пиццу. Александру, кейк. Так что, Лена вся в работе. Итак. Селема. Это вот из зеленых оливок. Уже больше не было. Одну бут... А, нет. А, да. А, да, это просто свет разный. Или кулер, или дифферант, Шири? Или кулер бутей дифферант? А, он говорит дифферант. Ну, вы видите, один и тот же. Одна и та же. Он говорит, да, коф, да, коф. Он говорит, или один и тот же цвет, или просто. Для разнообразия. Три разных цвета. Уэ, сэй куль. Мерси. Не за что. Не за что. Не за что. Не за что. Ну, а, знаете, бывает муж такой доволен, когда заканчивает работу. Сегодня сделала наш любимый шоколад. Сегодня делала из кокосовой манны добавление какао с ванилью и МСТ. И добавила обычный какао, чтобы шоколад был более горький. И вот такая красота получилась. Сейчас в морозилку. И потом в контейнер хранить в холодильнике. Можно брать с собой в отпуск. Я уже попробовала чуть-чуть. Получалось очень вкусно. Мы сегодня с Александром в дороге вечером. Александр с птицами разговаривает. Мы уже покушали. У нас сегодня был ранний ужин на дороге. Маржориза брала Владислава. А мы решили не ждать завтрашнего утра, а поехать сегодня в Баркарес. Поэтому доедем мы уже, скорее всего, поздно. Не знаю во сколько. Ну, не поздно. Но мы решили поужинать на дороге, чтобы не заморачиваться. О, и здесь тепло. О, у нас так холодно. А здесь прям вообще теплота. Там в Баркаресу Оля с Кристином. Оля с Кристином снова встретимся. Мы попросили, чтобы они нам там все включили. Холодильник. Все на свете. Так что у нас телеканикулы. Дюмон нам дома не сидится. В Ветренном Провансе. Едем, а здесь вон дым. Снова пожары. Уже начинаются пожары. Вау. У тебя описать что-то? Вау. Забыли. 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 Он говорит, из-за ветра. Был сильный ветер. Вы тоже мне многие написали, что были сильные-сильные ветры. И у нас уже несколько дней. До Испании 50 минут. До Тулузы. Час пятнадцатого. До нас уже осталось несколько километров. А вот сейчас мы будем проезжать. Наверное, будет видно. В Сеушу или? Возле Нарбонна. Возле Нарбонна, скорее всего. Возле Нарбонна. Да. Все быстрее. Возле Нарбонна. О, пахнет. Ты сонно? Давай. Вот здесь горит Бедная природа Огонь даже видно Пожарники на месте И вот мы уже подъезжаем Туристы, дети гуляют 21 градусов нету ветра почти Теплее, чем в Провансе Там теплее вам, команда? Я Я в доме, я в это Провансе Летим Любимая дорога Всем доброе-предоброе утро из Баркарес Я готовлю завтрак Александр стал довольный Сегодня потерял еще 700 грамм Так что к своей цели Продвигается очень быстро Так как вчера Мы завтракали раньше Ой, ужинали рано на дороге И поэтому чем раньше ужинаешь Тем лучше для сброса веса Что сегодня у него на завтрак И у меня яйца У Александра два У меня одно яичко Затем, конечно же, будет сливочное масло У Александра творог С его любимой пастой Из грецкого ореха И мы здесь привезли продукты Сейчас посмотрим Наверное, сыр Мы вчера купили замечательный сыр Бриянсаварен И рыбка Вот такой у нас будет завтрак И вот такая красота Яйца Рыбка Авокадо Сыр Хлебце Гречневое стопроцентное Творог Масло Все как нужно И гулять Кто здесь такой довольный? Стасе? Ой, трабин Тебе манжэ? Трабин Убер десер Ой Он говорит, остался у меня 10 Саможбем Мон режим Молодец В Баркаресе с утра 18 градусов Ну как с утра, уже 11 часов Мы поехали немного закупиться в магазине Лидом Купим, как я сказала, рыбки, мясо А, я сказала в Телеграме, наверное, девочкам Рассказывала Подписывайтесь в Телеграм Там я чаще выхожу В эфир Все рассказываю про Александра, про себя Все сравниваю наше питание И рассказываю про отпуск И после обеда встречаемся с сестрой Так, в принципе, не очень холодно, ветрено чуть-чуть Но, я думаю, после обеда будет вообще классно Вот здесь наша пицца Они поменяли хозяина Не знаю, как теперь Но Александр говорит, Владислава, скорее всего, не будет есть Лидом Заплатили 48,24 Купили все, что нужно Купили все, что нужно Сейчас буду выкладывать и вам покажу Сразу буду показывать Яйца хотели органику купить Все разобрали В магазине очень много народу Поэтому купили Вот лейбл Руш В принципе, это тоже органика Но только они не получили знак био Стоит евро 60, кажется Греческий йогурт Как всегда Александр сейчас ест только жирную молочку Затем для него тоже пюре без сахара Это вечером он добавляет Вместо десерта Авокадо купили Вот такие уже созревые авокадо И еще они были со скидкой 2 авокадо стоило 2,44 И купили Я буду нагибаться иногда Сетку авокадо Чтобы дозрели 3 авокадо 2,59 Помидоры органика Это на салат Авокадо, помидоры И огурец органика Огурец стоил 1 евро органический Но мы еще с собой один привезли Поэтому купили только такую Затем вот такую Труит Это у нас форель Чтобы сделать в новом аэрогриле Я люблю утром такую форель Есть Александр тоже Также на бутерброды Форель подкопченную Мы покупаем вот только вот эту марку Оливье Потому что французская Даже если выращена на фермах Но французская Дикую вообще я покупаю Но дикую не нашли Стоит 3 с чем-то евро А Труит стоит почти 6 евро Две штучки Затем купили Я вам уже показывала вот эту замечательную нарезку В ней классные ингредиенты 97% мяса Затем специи И больше ничего нету Увидела у кого-то из блогеров Кто на кето питание Мы на низкоуглеводном питании тоже подходим Затем купили хорошую курицу С курицей мы осторожны Потому что если курицу кормили Всякой дрянью То наешься больше антибиотиков Чем курицы Здесь у нас 315 грамм На двоих И стоит тоже 5 с чем-то евро Килограмм здесь не написано Купили вот такой большой стейк 240 грамм Посмотрим что будем делать И вот такой 200 грамм Фу филе Стоят они Каждый стейк Около 4 евро Мясо Мясо Александру Теперь побольше мяса И купили из заморозки Вот такие Овощные котлетки Чтобы не заморачиваться Когда гуляем И сильно хочется есть Они без картофеля Девочки Здесь только Морковь Брокколи И цукини И можно их В микроволновке Разогреть К салату Или вот к мясу Само то Я посмотрела В принципе ингредиенты неплохие Я правда не сканировала Но здесь конечно Добавили они Больше ингредиентов Чем нужно Но иногда можно Сейчас я просканирую Самое главное Что здесь углеводов Очень-очень мало И купили Еще одно блюдо Его обожает Кристиан Оно готовое Но вот Александру вечером Я иногда вечером Просто кефир попью А вот Александру вечером Нам посоветовал Кристиан Он его просканировал весь Тут просто брокколи пюре И рыбка И все Когда уезжаем куда-то Вот такая у нас была закупочка На 48 евро Все купили Самое главное Мы ездили Немного овощей И белков Вы меня спрашиваете Почему нет зелени Потому что зелень Я покупаю только органику Я сейчас не покупаю Совершенно Зелень И салаты Которые выращены Неизвестно как Я лучше предпочитаю Купить овощи И почистить их Добавить авокадо Фенхель Вот забыли купить Надо было купить фенхель А всякую зелень Или нужно самим выращивать Или нужно покупать органику Чтобы не наесться все Кобяки и аксалатов Такая у нас закупка В отпуске У нас еще было в холодильнике Все равно мы с собой привезли Я показывала Сейчас будем доедать То, что вы еще в холодильнике Нам здесь с ним на несколько дней хватит У меня Я сейчас ем много ферментированных овощей И Александр тоже У нас кимчи У нас ферментированная свекла Поэтому Всего хватит И кокосовые йогурты Масло Все, что нужно Так что докупили Теперь Спокойны Перед обедом с Александром Решили Пройтись Смотрите, какая красота Цветы цветут Какая же красота Песочек чистый Мы сейчас с Александром думаем Сдавать нам квартиру или нет Этим летом Кстати, подскажите нам Кто сдает во Франции квартиры Можно там в агентстве Сказать, что мы не хотим Курящих И с животными Потому что квартира сильно маленькая Я не ношу запах сигарет Ну мы узнаем, конечно Сходим Не знаю А ну Ауи Это деревня Оли У нас тут выставила на продажу Смотрим Сколько стоит Вот Т2 Как у нас 115 тысяч А мы покупали за 65 Но Суа Сантуна поешали Вот Как цена А нет Здесь Ну Или Плюгрант Или Ну А ну Ну Солямэ Похоже на наш А это Двухкомнатная С мезонина Домик 141 700 Вот Вот как наши 100 Почти 1000 Это дом Рядом Деревня 500 тысяч Тут 6 Комбия 80 85 Мил Рядом он говорит от 85 до 100 тысяч это разные дома вот в баркарессе апартема комната нет квартира т2 мид за ним 130 уау сэкомн отрано комол гажб олина квартира и зоначте комбия шерик он газ из-за филиппы из-за филиппы я паясь по ржозе Ну, это плюски нуфи. Оля, платили они то ли 65, то ли 70 тысяч. Сейчас 138. Официально посмотрели на него. Это наше агентство. Пойдём мы обедать. Уже, наверное, второй час. Кушать вообще не хочется. После завтрака мы ещё кофе выпили перед тем, как выходить. И завтрак такой плотный у нас был. Открываются магазинчики. Летняя везде одежда. Сарафаны. В ресторанах народ. Ну, прилично в обед. В ресторанах. Вот в этом. Ротарте. Здесь у нас бар открыт тоже, но никого нет. Но многие магазины ещё закрыты. А, на сегодня выходной. Что сегодня у Александра на обед. Перед тем, как обедать, мы пошли гулять. И мы выпили по чашечке капучино с МСТ. То есть без сахара, без всего на свете. Александр съел дольку чёрного шоколада 95% и 3 орешка макадамия. Потому что мы знали, что мы обедать будем только в третьем часу. Но это так в отпуске. Итак, у него очень хорошая порция мяса. Затем из гарнира у него лук-порей с сыром пармезан тушёный в сметане. В жирной сметане 30%. Затем ферментированные оливки, огурцы без кожицы и без зёрнышек. И он, конечно, будет добавлять оливковое масло. Здесь у него ещё... Я не очень люблю лук-порей. Но, в принципе, со сметаной мне тоже нравится. И ещё лук-порей он себе добавит. Хлеба на столе нет. Потому что он сказал, хлеб мне не ставь. Я посмотрю, если захочу, то возьму потом хлебцы. И на десерт у нас, скорее всего, будет кокосовый йогурт. Или греческий. С небольшим количеством какао и корицы. Вот такой замечательный обед. Много белка. Это немного углеводов из готового лука-порея. Клетчатка и ферментированные овощи. У меня тоже самое. Поменьше лука-порея и кимчи. Идём в гости. Коли с Кристином. С оливковым маслом. Без вина. Ну, зато с камбучей до Кристина. Он не пьёт почти. На улице вечеринки. Потом пойдём в улицу. А, вот. Всё у них перебивают. И ещё, Диму. А, вот. Всё, тут отремонтировали. Говорит, и даже кнопку. Ну, отремонтировали. Говорит, я всё наблюдаю. Чичили. За третий. За третий. За третий. За третий. За третий. За третий. Закрыть. За третий. Ух, какая прочаса, ну да-ла-ла. От ветра. Гуляем с Олей. Ветрено. Красиво. Здорово. Если бы не было ветра, то было бы классно. Есть кто-то загорает, а кто-то... Шапки одел, да, Оль? О, смотри, у них как красиво. У них есть целый вечер. Как красиво. Красота. Розмарин? Розмарин. Ага, да, точно. Они его подстегли. Красиво. И тут светит. Смотри, лаванда, Оль. Смотри, какая. Это даже не лаванда. А, это не лаванда? Это синяя, может, эти лаванды. Но это не лаванда. Может, это вот и есть лавандин. А, ну да. Не, это не лавандин даже. Не, это что-то другое. А вот эти, как красиво. Смотри. А-а-а, как классно. Блин, это очень... Цветётся. Как только ветер прекращается, здесь прям тепло. Вообще, очень красиво. Становились возле дома. Здесь клумбы. Необычные. А вот этот цветок, смотри, какой красивый. Силь. Ага, как мак какой. Французы как со своими домами ухаживают. Васильок. А, Васильок. А вот это капустяра. А вот этот, смотри, такой. Мохнатик. И вот кто-то любит. Собирали все эти. Сколько это? 100. Растения дорого, да? Да. Мы по этой улице никогда не ходили. Здесь сдают, наверное, многие, да? Кауру. Ну, они или налетят. Ну, или налетят, то они стоят. Там-то вот у кого ухожено, они, наверное, живут постоянно. Нет, там написано АЛОЙ. А, точно. АЛОЙ. Кто-то наоборот сдал. АЛОЙ. Лена, не улети. otion. Тебя сейчас сдует! Как это? Есть ли? Ха-ха-ха! Есть ли? Олец! А я тебя? Бесплатный концерт! Бесплатный концерт! Корабль человека, который готов ко всему! Оля говорит, корабль человека, который готов ко всему! У него здесь мопед, лодочка спасательная маленькая, кактусы! И там огород, наверное, вон везде все засажено! Огурцы и помидоры! Классно! 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 Он здесь живет, наверное! Себе радуется! Нахрен ему! Ой! Как вооружаист! Нафиг ему все проблемы вокруг! Привет! Мы тут нашли станцию для бензоколонку для кораблей! Вон корабль стоит! Ольга говорит, держись, а то ветер свалит! Сейчас я тут плыву вместе с кораблями! И они заплатили 6,8 евро! 7,7 центов! Как в моем машине! Да! Сколько литров залили? Сколько литров? 2,07 евро! 2,07 евро! 2,07 центов! Вот как! Оля, подожди! Я сейчас улету отсюда! Вот такие ценные на бензина! Всем доброе утро из Баркарес! Чем занимается Лена? Мы позавтракали! Я не показала наш завтрак! Александр доволен! Еще минус 300 грамм! Сегодня у нас был завтрак, ну, снова яйца! У Александра был паштет, был сыр, авокадо! Все, как всегда, греческий йогурт! Очень сытно, плотно, вкусно, со сливочным маслом! Он прям очень доволен! В целом ушло 3 килограмма! Выставлю видео на канале Худеем по-французски Селена Франц! И перед тем, как идти гулять, я уже сделала заготовочку! Сейчас в аэрогриле, который мы сюда привезли! Кстати, он мне очень-очень нравится! Кто-то мне сказал, Лена, зачем ты используешь форму? Можно бумагу? Да, конечно, можно бумагу! Но вот когда я выпекаю, например, кейк или запекаю всего 2 кусочка рыбы, мне удобней в силиконовой форме! Это очень удобно и сок не растекается, сохраняется, рыба сохраняется более такая сочная! Сегодня у нас куриная грудка! Я ее фаршировала замечательным майонезом, который на оливковом масле вам показывала! Специи и твердый сыр! Сверху оливковое масло! И вокруг я добавила помидорки с оливковым маслом и с травами прованса! Убрала семечки и кожицу мы уберем потом! Семечки обязательно убираю и кожицу убираю! Сейчас запеку до половинки и потом мы пойдем погуляем! Потом придем просто разогреем и у нас будет замечательный обед! У Александра еще остался лук-порей! У меня будет ферментированная свекла! Сегодня распределила замечательное видео про ферментированные продукты в телеграм-канале! И мы там много всего обсуждаем на эту тему! Польза ферментированных продуктов и вообще как Александр сбрасывает вес! Я там все-все рассказываю! Подписывайтесь! С Александром рассматриваем цветы! Сильно сегодня не снимаю, потому что ветрено! Смотрите, как красиво здесь! Вчера мы с Олей показывали, здесь тоже все ухожено! Домики такие классные! Все жюри! Маленькие дома! Фасад переделали недавно! Маленькие тетрадцы! Закрытые такие! Вон видите, все пустое, закрытое! Люди на каникулы приезжают! Сдают, наверное, скорее всего! Балконы тоже такие красивые! Балконы тоже такие красивые! Мы пришлись к прогулке и посмотрите, какая красота в тарелочках! Запеклась курочка с сыром очень хорошо! Помидорки! Это я купила новую лактоферментированную свеклу! На вкус! Она просто замечательная! Такое чувство, что ты ешь как будто сырую, потертую свеклу, но с такой кислинкой! Делают ее в Провансе! Я покупала в биомагазине, вам показывала! Сейчас добавляем оливкового масла! Здесь у Александра лук-порей! И если не наесться, то будет еще сыр или ферментированный жамбон! Но он сказал, пока ничего больше не надо! На десерт будет не знаю что! А скорее всего греческий йогурт из козьего молока! Приятного нам аппетита! Продолжение следует... Редактор субтитров!